Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь так премудро устроил жизнь человечества, что так Он благоволил, что человек является образом подобием Божиим, его достоинство выше ангельского, если это достоинство, если этот образ и подобие Божие, действительно он сохраняет или стяжевает, что мы видим во святых людях. В то же время мы знаем, что его именно нужно достигать, потому что влечет человека грех к себе, грех у порога лежит, как Господь говорил Каину, но ты господствуй над ним. И вот кто искушает человека? Его естество, которое влечется к греху, расстроенное естество через смертность, тленность, страстность. С другой стороны, демоны. И мы часто так говорим, бес попутал, да? Бес попутал. То есть часто сваливаем на бесов то, что, собственно говоря, сами для себя, так сказать, хотим и устраиваем. И вот, да, действительно, с одной стороны бесы, с другой стороны и они служат орудием промысла Божия. Вот посмотрите сегодняшнюю притчу о Гадаринском бесноватом, или сегодня в Евангелии от Матфея читалось, там два бесноватых. Где-то указано, что один, видимо, самый такой свирепый, а тут два бесноватых Гадаринских. И вот они, когда Господь изгнал из них бесов, они ему повелели, что что, войти в свиней, да? Господь знал, что затем последует, как вы думаете? Конечно, знал, но тем не менее повелел им эти свиней. Вот это все стадо, влекомое бесами, бросается в море с высокого берега, ну и понятно, что погибает. Все. Жители об этом узнают, приходят, и что они делают? Они просят, чтобы Господь отошел от их пределов. И Господь, что же, Он отходит. Они могли бы услышать Его проповедь, Господь мог бы разбудить их совесть. Но вот как раз вот этого они и не хотели, чтобы Господь разбудил их совесть. Потому что они привыкли уже к определенному укладу жизни, у них было все нормально. И понятно, что не исцеляются просто так люди, которые много лет уже больны, понимают, что это какой-то великий человек. Если уж не Бог, то хотя бы великий пророк. Можно было бы его послушать. Но они понимали, что за тем, что они послушают, Господь разбудит их совесть, и им придется менять свою жизнь. А менять жизнь свою совсем не хочется. Вот что, собственно, происходит часто с нами, с нашим поколением людей, потому что многие, почти все крещеные, очень мало таких сознательных атеистов или каких-то, не знаю, агностиков. В основном-то все даже просто по, скажем, принадлежности. Я русский, значит, крещеный должен быть, так сказать, по традиции. Но тем не менее, да, люди крещены. Но, как говорят, крещены, но не просвещены, потому что просвещаться они не желают. Почему? Да потому что они понимают, что придется тогда менять свою жизнь. А жизнь менять совсем не хочется. Вот это же самое происходит с нами. И пока не произойдет что-то с человеком такое, и зря вот выходящее, может быть страшное такое, смерть близких людей, очень близких людей, мужей, жен, детей, там, не знаю, еще какие-то, друзей или еще какие-то причины, какие-то тяжелые болезни, которые фактически некому уже исцелять. И уже они приходили и к врачам, а потом к самым лучшим врачам, а потом к самым-самым лучшим врачам, а потом они поехали за границу к совсем великим врачам, ничего не получается. Они ищут каких-то целителей таких народных, опять ничего не выходит. И уже это самый последний край, когда уже болезнь, если бы раньше, так сказать, что-то можно было, прийти в храм. Часто бывает так, что когда человек исповедуется о своих грехах, когда человек действительно понимает, что вся жизнь его предыдущей была следствием, это было следствием предыдущей его жизни греховной, часто так бывает, не всегда, но часто так бывает, и человек постепенно начинает исцеляться. Случаев таких очень много. И вот хотя бы в последний момент человек доходит, и я с такими случаями очень часто встречался, наверное, любой священник встречался, когда человек уже фактически всё, уже лежит, уже даже не может ходить, двигаться, и уже угасает его жизнь, эта земная, и он прозревает. Хотя бы поздно, как благочестивый разбойник говорит, помяни мя Господи, когда придёшь во царствие Твое, каяться в грехах, такие самые, скажем так, откровенные, самая чистая исповедь с таким глубоким осознанием, что человек творил, и с глубоким раскаянием, и с надеждой на милость Божию, то, наверное, глубже исповеди не бывает именно в такие моменты. И человек обращается к Богу. Вот так вот враг его искушал, искушал всю жизнь, так сказать, и в конце концов всё равно человек вырывается из лап врага. Вот эти люди гадаринские так же могли, но не захотели. То же самое бывает и с нашими, в сегодняшнее время с людьми, которые вот рядом с нами находятся, наши родственники, наши близкие какие-то люди. Сегодня мы празднуем память святого, благоверного, равноапостольного князя Владимира, которого называли Красное Солнышко. Сегодня уже говорилось проповедь о нём, долго не буду распространяться. Могу только одно сказать. Посмотрите, как изменилась его жизнь. У него был самый большой гарем. У него он был язычник такой, очень такой сластолюбивый. Самый большой гарем был. То есть он был очень жестоким человеком. Он не гнушался даже убийством тех, кто стоял на его пути, чтобы, так сказать, царствовать, быть половластным правительством. И тем не менее, посмотрите, как крещение изменило его жизнь. Говорят, что при крещении он ослеп. Это тоже, так сказать, такая скорбь, как он не мог исцелиться. Это тоже подвигло его на какие-то размышления. Бабка у него, тем более, была, вы знаете, верующая Ольга. Святослав сказал, что мне некогда, тут надо разбираться то с печенегами, то ещё с кем-то. А вот князь Владимир, видимо, когда-то что-то ему, бабушка его говорила, когда-то, наверное, какие-то размышления на этот счёт были, именно поэтому принимает Русь крещение, и сам он в корне меняется, что даже епископы, которые, казалось бы, должны были его умиротворять, а получалось наоборот. Он настолько не желал смертную казнь применять к самым отъявленным таким преступникам, грешникам, что епископы уговаривали, потому что иначе совсем будет беда. У людей страх совсем потеряется, страх наказания, чтобы хотя бы это как узда какая-то их удерживала именно смертная казнь. Такой он был удивительный человек. Ну и понятно, что уникальный наш культурный код, потому что Россия это Европа, но это та Европа, которая очень сильно отличается, особенно время нынешнее показывает это от той Европы, которая сегодня отреклась фактически от Христа, не до июра, а до факта фактически отреклась от Христа и посмотрите, что творится. Открытие Олимпиады, наверное, все знаете уже, шок у многих, даже у европейцев у многих шок, они говорят, что это вообще такое. Ну а ничего удивительного нет. В общем, к этому все дело и шло. И вот видите как, сегодня память Святого Благоверного, который был таким ужасным, скажем, язычником во всех проявлениях, язычество это вообще страшная вещь в проявлениях, так сказать, самых греховных человеческих, и каким он стал святым. Вот сегодня вы знаете, что происходит специальная военная операция, и собственно говоря, это как раз об этом. Это война за наши ценности. И уже во вторую, в третью, в пятую очередь это гиполитические какие-то там баталии, или там война за ресурсы, или еще за что-нибудь, за какое-то там, не знаю, преобладание в мире, за лидерство в мире и так далее. Главная война, она ведется демонами, ведется с людьми, чтобы окончательно их уничтожить. Вот святой благоверный князь Владимир это как раз пример того, как можно и нужно раз и навсегда покончить с грехом, как можно и нужно бороться за то, чтобы как можно больше людей, как можно больших людей, больше количества людей просветил свет Христовой веры, чему он постарался, поэтому он равноапостольный, поэтому равноапостольный, видите, его приравнивают к апостолам, действительно так, именно благодаря ему мы с вами здесь стоим и молимся. Так что вот, такой сегодня день у нас замечательный, удивительный, всех вас с этим днем поздравляю днем крещения Руси и пусть святой равноапостольный великий князь Владимир, Красное Солнышко, своими молитвами освящает и наш путь и согревает своими молитвами и за Русь Святую, и за каждого из нас. Аминь. А причастники, послушайте благодарственную молитву по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!